Девушки отдыхают Которую я бы хотел сходить Прежде чем Начать нашу экскурсию Там еще что-то Но блин Тут этих утеплений конечно Тут вот волк Который здесь вот стоит Ух ты Вон походу завис Так я не был Немножко к этому готов Так здесь я с кекса слышу Завали свали его Красавчик Вообще лучший компаньон Так здесь ничего нету Затопленное кладбище Красивенько Угу Здесь красивенько А то Но если ты кого-нибудь Из местных вдруг поднимешь Я конечно изменю свое мнение Нормально лупит Крем тебе сволочь Ой-ой-ой Красиво мы его так Ну-ка давай еще разик Да безусловно мне нужно Наносить последний удар Чтобы сливки по опыту собирать Не ожидал я конечно Что этот товарищ вылезет Опа что 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 А куст чилим я думал Что там Крест как-то подсвечивается О глядите еще один хер Чуть было не снес нас Но да Я частенько так рискую Делая Крайне неподготовленные Группы Глупые действия Ну ладно Ух ты Дом Блин я так не дойду до экскурсии Меня тянет все исследовать Деньги Проектор Темный эликс Еще один ритуальный нож Это уже третий по моему Или четвертый Зелье Зелья воина Замечательно На плюс к силе Зелья маны Сразу же пьем его Незачем Пропадать добру Где 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 Так Давайте поставим Вот эти в ячейку Пока Их у нас больше всего Странно что он не заорал пока летел Как он обычно это делает Сейф Интересно Так а что Я потерялся немного Давайте поглядим Что здесь Готово Готово Так Энергоячейки Тоже хорошо Я вообще От таких патронов Не отказываюсь Опа Кто где рычит Сохраняемся А Потрошитель Я его сейчас Подлюка Вдруг Тут какой-то враг Не подсвечивался Но Он сбежал от меня О Вот он Лис Берегись Отойди Я с этим Разберусь Ну ладно Разбирайся Но в итоге Разобрался Как всегда Я Где его Оружие Опять Нету Блин Что здесь Раньше Было Мне интересно Я думаю Нам конечно Расскажут об этом Когда мы там Начнем Исследовать Все Зелье Железной кожи Это что такое Что-то новенькое Стойкость Ничего себе Нам еще на стойкость Ни разу не попадалось Зелье Еще одна башня Сундук с простым замком Не вышло Не вышло Так Раз 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 Готово На силу Такое Да ладно Да ладно Зелье мага Нихрена Мы тут уже Третью банку Находим Интелект Охренеть Ну тут мы более чем удачно конечно зашли столько банок набрать Даже сильно сражаться не пришлось за такие богатства Попопоп Что еще одно Энергетик Целебное зелье Клейка лента Хлеб Который Хрен знает сколько тут лежит Тут просто лестница оказывается Ладно Поисследовали немного Теперь я хочу узнать что за домик там внизу Мыло не поднять Нет мыло не поднять Да домик только заброшен судя по всему А жаль А жаль Надеялся здесь хоть кого-то встретить Кошмары Под моей кроватью что-то есть Кровать немного Покачнулась И я слышал шелестящий звук Я пошел позвать папу И он принес фонарик Чтобы посмотреть Есть ли там что-нибудь под кроватью Он сказал что звуки должно быть это снаружи А под кроватью ничего Сегодня я снова слышал звуки у себя в комнате Мои орехи которые я спрятал под кроватью Кто-то погрыз Папа сказал что я свихнулся И я слишком большой чтобы верить в монстров под кроватью У меня мурашки побежали Так что я пошел в гостиную спать на диванчике Два дня было тихо А сегодня ночью опять началось Шелеста мне и так хватало Сегодня еще и жужжание добавилось Я схватил фонарик и заглянул под кровать сам Папа похоже ослеп В моих плюшевых игрушках сидит щенок с рогами У него такая густая шерсть Что мы его не заметили И я теперь знаю куда подевались все мои конфеты Зря я сказал родителям Они выкинули малыша вон Папа сказал что слишком опасно растить у дома чудовище Но он же просто маленький монстр младенчик Сегодня ночью малыш сидел у меня под окном Скрепся в стену дома Я его быстро затащил внутрь через окно Снаружи было холодно Я просто не мог его там оставить Нужно просто сделать так Чтобы его больше никто не нашел И не забрал у меня Я всегда хотел зверика Я его выпущу на волю Когда он вырастет большим и сильным Интересно Вот та самая кровать Через окно он его затаскивал На этом диване спал А это комната родителей очевидно да Жаль здесь ничего нету Блин, ничего не вижу Ну ладно, все Странствующий торговец Ты что, один? А, нет, он с пацанами гуляет Привет Да, ну, в основном, конечно, хуету продаешь бесполезную Собственно, чего я тебе и продам Так У меня же там сила, ловкость Да, забирай Сила 10 Сила ловкость Ловкость 10 Злом замков Ловкость карманник Ну, наверное, я тебе больше ничего и не продам Ну да Да Кинжала у меня 4, а не 3, как видите Отличная сделка Если тебе понадобится что-то еще Приходи право-ка У меня лень идти, поэтому я телепортнусь Ну, прикольно За 15 минут управились Наконец-таки Все, вот я уже Это не отвертеться Я бы с удовольствием усмотрел базу С удовольствием Не отходи далеко, договорились? Для начала покажу Проследовать за Алекс Хакину Ну, ладно, сейчас проследуем Вспоминаю сразу лорда Хакина из Готтики Так, ладно, себе этот квест отметил Погнали У тебя общежитие, где околиты живут Если хочешь, тебе там тоже койка найдется Ты же устал, небось, с дороги Выбирай любое место, какое понравится Тут лежанок полно Наше будущее будет безоблачным С вами Эрберс и радиоорбита Вот мы на месте Загляни внутрь Я подожду Так, это какая-то вот эта вот Ну, что-то она не очень, конечно, выглядит Если честно Надо было уже, наконец, набрать Нормальных рецептов Чтобы готовить не только эту Херню А где койки-то обещаны? Это вот эти, что ли? Ну, что-то как-то не ахти Ну, да, вот уже теперь похоже Зашел тут кровати-кровати Ну, тут вам брать в основном нечего Опа, как нечего Это что такое? Эликсовое питье Просто глаз-алмаз вообще Как увидел, так схватил О, еще Эликс У них вот эти голубые огни, конечно, повсюду Опа Ребенок, ничего себе И меня не отвлекают И думается, что, типа Как будто я нашел Баночку Эликса Наш возлюбленный создатель То, наш чудесный создатель Это Не могу это больше вносить Мы можем молиться, сколько влезет Но молитвы сыт не будешь Мы пойдем к регентам И поможем им По крайней мере Там мы чему-то научимся И нам не придется слушать Бубнеж нашего батюшки Лучше уж немного поработать руками Собрать пару роботов Было бы прекрасно Если бы нам еще Вдобавок дали Проверить отремонтированное оружие В любом случае В этом будет гораздо больше толку Чем в бредятине Которую изрыгает брат Йоханнес Так, дети на меня, надеюсь, не донесут А то я у них тут прямо перед носом Совершил кражу Ничего интересного Еще Термос Он мне не нужен Там еще один этаж есть Мы сейчас туда залетим Обязательно Сейф Давайте поглядим Что у нас здесь Наугад натыкал Пять угадал Шесть Восемь Два Ничего себе Я даю Готово Картофель Затону Лутали Моя голова Как будто голос У меня в голове указывает Что делать Нельзя его слушать Ну а что, вдруг что-то интересно указывает Так, это больше похоже на Уже личные какие-то покои Каких-то дофига крутых берсеров И берсерков, наверное Этих Кто здесь? Клирики же живут Ну я сильно увлекаться тут исследованиями не буду Но вот сейф я беру с удовольствием Ух ты Готово Еще на интеллект Вот это мне везет Что-то у меня вообще какая-то Прущая серия Сейчас еще уровень получу И надо вспомнить Что я там качать хотел Мне нужны были только доп. очки Для того, чтобы потратить Вот эти вот Что-то Ну я что-то не помню Что я там уже хотел качать Так, что-что-что-что я искал-то А, я мешочки хотел открыть Да-да-да-да Так-так А что-что я действительно хотел прокачать Я что-то Может ковку О, тут дохера надо Кражу, наверное Ловкость Хитрость Похоже на то Да Возможно кражу Стипендиата Можно еще взять Конечно Если интеллект Вот качнуть Ну да Как будто бы Стипендиата Нам сначала надо взять А потом Все остальное Потому что Тогда дешевле будет Для этого нам нужно Интеллекта побольше Ну мы наверное Сейчас выполним Это задание Нам опыта Насыпят Достаточно Как ты долго Матрасы там Мягкие Конечно Но теперь ты отдохнул И можно Идти дальше Хотя Сперва Я должна Спросить тебя Кое о чем Ты верующий? А с какой целью Интересуешься? Да так Мне просто Любопытно Так ты верующий Или нет? Нет Мне как-то Сложно это понять Если посмотреть Вокруг Сейчас такие времена Мир снова Балансирует На грани разрушения Хотя Конечно Вокруг Полно Людей Кто думает Так же Как ты Лично я Думаю так Вера Рождает Надежду Брат Йоханнес Часто на проповеди Повторяет Эту простую истину Кстати Его молитвенное собрание Вот-вот начнется Давай я тебя туда провожу Блин Ну пойдем Что-то как-то быстро Ты мне провела экскурсию Ну идем Идем Я это Когда у меня выдается Свободная минутка Я нахожу Отдохновение В молитве Чужакам Это бывает Трудно Понять Но я тебе Вот что скажу Постой На моем посту С недельку Живо Верующим Станешь Кстати Тут рядом Столовая Выбор Блюд Конечно Скудный Но если Пожевать Жрачку Подольше То даже Съедобным Покажется Ну да Вон они Там Молятся О Кроне Но не наш Дрон клириков Да Это клирики Я верно Вспомнил Давайте Хочешь уйти Раньше Дай знать Давайте Полностью Послушаем Братья и сестры Внемлите Мне было Даровано Откровение Я получил Весть Весть Надежды И мира Вы зовете Себя Изгнанниками Но здесь Вы обрели Новый дом Вы зовете Себя Заблудшими Но Создатель Указывает Путь Вы зовете Себя Слабыми Но молитва Дает силу Во всякий День И всякий Час Если Вы примете Создателя Как своего Спасителя Вы обретете Просветление Кто Может Усомниться В величии Его Я могу Создатель Испытывает Вас Так уверуйте Сын мой Как можешь Ты отрицать Истину Мы Мы Бедны Напуганы И голодны А ты Тут Нас Словесами Кормишь Эта Община Построена На песке Подует Ветер И нет Ее Мы Утратили Путь Но Восстанем Из пепла Ныне Наша Паства Растет Ты Не можешь Отрицать Чудеса Создателя Чудо Скорее То Что Я До Сих Пор Отсюда Не Свалил Хватит С меня Этого Бреда Кто Отвергает Десницу Создателя Подвергнется Суду Его Хвала Вам Всем Теперь Идите Пожинайте Плоды Трудов Своих Да Хранит Вас Создатель Еще Один Еще Один Видел Человека Который С проповеди Ушел Четвертый За этот Месяц Не все Из нас Смотрят В будущее С оптимизмом Люди Теряют Веру Начинают Искать Утешение В чем-то Другом Я Этого Не понимаю Клирики Призваны Общему Благу Служить Всему Человечеству А люди Уходят Но Что Поделаешь Надо терпеть Я И так Слишком Много Переживаю Пошли Дальше Я рада Что ты дослушал Проповедь До конца Хоть ты и не веришь В создателя Как мы Слова Бывают Очень убедительны Особенно Если с делами Не расходятся Кроме того Они приносят Утешение И дают Поддержку Ну Да хватит Об этом А то ты еще Решишь Что я тебе Обратить Пытаюсь Все Это цитадель регентов, а рядом архив. В цитадели мы проводим важные исследования, а потом все данные опытов отправляют в архив. Ни то, ни другое не по мне, честно скажу. Скукотень, да и только. Внутрь не поведу, там тоска, челюсть вывихнешь. А я ж хочу, чтобы тебе интересно было. Ну вот, почти все посмотрели. Я тебе про Вивиану рассказывала? Нет, но мы уже знакомы. Значит, ты в курсе. Если хочешь что-то продать, сразу к ней. Вот, собственно, и все. Теперь ты представляешь примерно, что у нас где. Если заинтересуешься каким-то местом, смело иди внутрь, тебе все расскажут. Вот так запросто? Пока ты никому не мешаешь, тебе все будут рады. А еще я понял, что у меня микрофон был выключен. Я летал ко входу в замок для того, чтобы поймать этого чувака, но он, видимо, слился уже. Ну ладно. Это базилик облюстителей. Простым людям, типа нас, тут делать нечего. Пока ты, конечно, в чем-то не провинился. Кстати говоря, приговоры Хаген выносит, поэтому при нем лучше лишнего не говорить. И не делать. Предположительно, если бы кто-то забыл, что нужно следовать правилам, каким будет наказание? Дежурство на кухне? Еще что-то? Нам что, нужно еще раз поговорить наедине? Ладно, успокойся. Я просто спросил. Веди себя как настоящий клирик. На остальные вопросы ответит Хаген. Уверена, у вас их будет немало. Я на свой пост вернусь. Если соскучишься, заглядывай, не стесняйся. До встречи. Угу, ясно. Ну, дошли мы до Хагена. Разве меня аж сохранили. Рейнхольд. Попытка несанкционированного доступа. В доступе отказано. Логично. Учение Арвида. Угу. Угу. У вас тут, в общем, двое тусуются, да? Это что такое? Перестак инкрустации. Хм. А мы уже встречались раньше. И откуда мне знакомо твое лицо? Ну, допустим. Мы встречались в Хорте. Верно. В Хорте. Я там столько рекрутов обучил. Эх, были времена. Приличных рекрутов днем с огнем не сыщешь. Так что перейдем сразу к делу. Ты готов нам помочь? Зависит от того, что от меня потребуется. Честно скажу, многое. Но будем считать, что ты согласен. Возьмешься за эту работу, будет еда, жилье и неплохая плата. Подумай. Моя дверь всегда открыта. Вы видишь сам. Я справедливый командир и всегда говорю, что думаю. Пусть иногда эта честность и бывает безжалостной. Вот, возьми. Получишь паёк в столовой. Ого! После таких трудов мы должны получить полноценный обед из пяти блюд. Тебе крайне необходимо научиться вовремя затыкать пасть. Ничего страшного. Я привык к нахальным невежам. Если остались вопросы, то я готов на них ответить в любой момент. Чем я могу вам помочь? Всё просто. Иди и помогай там, где нужна помощь. Этого достаточно, чтобы я относился к тебе, как к любому другому клирику. И всё? Я солдат. Я не люблю ничего усложнять. Только форму я тебе выдать не могу. У нас все запасы кончились. Это шутка? Нет. В арсенале осталась ещё какая-то броня, но форма закончилась. Остался только регенский комплект. Но я тебе его не отдам. Почему? Ну, если точнее, то пока не отдам. Его тебе придётся заработать. И это будет нелёгкая задача. Если хочешь стать обладателем этого доспеха, ты должен получить доступ к кальбам. Проникнуть к кальбам? Я сказал, что задача будет нелёгкая. И ещё я хочу, чтобы ты понимал, почему это для нас так важно. Заняв Игнадон, они оставили нас в покое. Но, увы, никто не может гарантировать, что так оно будет и дальше. Альбы – это угроза, на которую нельзя закрывать глаза. Так что я предпочитаю быть в курсе событий. Быть всего лишь разведчиком недостаточно. Дослужись до оперативника, тогда поговорим. Неплохо. Понятно. В общем, надо к ним вступить, пройти все, что можно. У меня нет на тебя времени. И только потом уже. Ну вот это же у него доспеха Калита, очевидно. Джакс, неожиданный гость в наших священных покоях. Какими судьбами в эти нелёгкие времена ты вновь оказался у нас? Вновь мы встречаемся, когда над головами сгущаются тёмные тучи. Мало что изменилось с тех пор, как мы воевали с нашим общим врагом. В ту пору ты говорил, что на человечеством нависла новая угроза, и ты знаешь, кто её несёт. Стыжусь признать, как мало внимания я уделил твоим мудрым речам. Кто прошлое помянет? Да я и сам тогда сомневался. Пришельцы возвели свои башни, чтобы всех нас уничтожить. Ровно как ты и предупреждал. Важны дела, не слова. Мы должны думать о будущем и о том, как уничтожить врага. Именно этим мы и занимаемся. Теперь, когда наши раны затянулись, мы собираемся с силами и готовимся к наступлению. Надеюсь на твою помощь. Мне нужно вооружиться как следует и подучиться боевым приёмам. Вот как. Ты лишился большей части силы, которой прежде обладал. Война с Альбами дорого обошлась всем нам. А дальше ситуация рискует лишь ухудшаться. Война была шесть лет назад. Сейчас не это важно. Меня укусила одна из этих тёмных тварей, заражённой этой чумой. Я лишился почти... Я был бы рад тебе помочь, но в эти тяжкие времена я должен думать о своих людях. У нас нет ни ресурсов, ни времени тебя обучать. И лишнего оружия у нас тоже нет. Это... досадно. Для нас ты чужак. Мы должны думать о выживании и не разбазаривать те крохи, что у нас имеются. Блин, случайно скипнул диалогик. Ну ладно. Ты что, пытаешься убедить меня примкнуть к клирикам? Это неплохой вариант решения проблемы. Но я смотрю на тебя и вижу, что начинать обучение тебе придётся с нуля. А этого клирики никак не могут себе позволить. У нас нет ни лишних людей, ни снаряжения. Боюсь, это моё последнее слово. Мы не сможем обучать тебя базовым навыкам владения нашим оружием. Ты можешь предложить какой-то другой вариант? В бою мы используем примерно те же приёмы, что и наши северные соседи Альбы. Если хочешь примкнуть к нам, советую сперва посетить их. Там тебя обучат основам. Ты хочешь, чтобы я тренировался у ваших врагов? Они не единственные, кто хочет нам смерти. За последние месяцы у нас появилось много врагов. И Альбы тревожат нас меньше всего. Когда ты пройдёшь базовое обучение, мы поговорим о том, как ты бы мог влиться в сообщество клириков. Я был командором Альбов, и мои боевые умения опирались по большей части на Эликс. Другим оружием я овладел намного позднее. Тогда тебе надо улучшать именно эти способности. Для клириков ты будешь очень полезен. Я вернусь к вам как Альб. Тебя это не смущает? Так ты им уже был. Побудешь ещё раз. Когда ты изучишь основы владения высокотехнологичным оружием, поговори с блюстителем Хагеном. Он сможет ответить на твои вопросы. У каждого из нас своё бремя. Желаю тебе всяческих успехов на дальнейшем пути. Относись ко мне. Нормально. Вот это многоходовочка. Прикольно. Не ожидал. Ладно. Давайте продолжим исследование. Что здесь вообще можно посмотреть ещё? Кстати. Сейчас ночь. А это значит? А это что значит? Правильно. Что можно попробовать всё-таки ещё раз. Навести тут суету, так сказать. Что ты тут прячешься? Угу. Я презираю воров. Ясно. Ну, я попробовал хотя бы. Так. О чём я тут? Вот это мне сохранение надо. Кстати, у меня же сейчас в журнале про этих ребят что-то должно появиться. Хаген. Хаген, глава клириков, обосновавшихся в Каракисе, с трудом удерживает своих людей на плову после того, как их изгнали из Хорта в Игнадоне. В Хорте Хаген был одним из лучших боевых инструкторов. Однако после изгнания он сильно смягчил свой крутой нрав. Он верит, что человечество – последний бастион, прикрывающий планету от захватчиков, и только люди могут созидать и разрушать, беречь традиции и развивать науку. Клирики считают себя спасителями человечества, кем-то вроде мирового патруля, целиком и полностью ответственного за судьбу планеты. В замке Хаген занимает нейтральную позицию между религиозным и научным крылом. Всей душой желает, чтобы сторонники веры и науки уладили свои разногласия. Угу. Завоеватели означает темную страницу в истории. И все же не терял надежды. Вот так вот. Давайте изучать, что у нас тут вообще. Это просто слухи, или за ними реально что-то есть? Тебе есть что сказать интересного? Да что с тобой не так, чертова машина? Эти слухи до меня тоже дошли. Тебе видней. Почему ты вечно это повторяешь? Вот эту штуку можно двуручную улучшить, но тратить лом... Спросили бы у меня совета, ничего бы этого не было. Это то, что я называю опасным неполным... При этом она будет стоить в два раза дороже. Пока не буду тратить, наверное. Давай еще разок. Сервопривод есть. Гидравлика есть. Подача эликса есть. Центральный процессор? Ай, черт, ничего не понимаю. Нужен ключ. Отчет механика. Так, объект боевой колосс номер... Объект боевой колосс номер 42. Анализ. Перегоревшие предохранители. Неисправный распределитель плазмы. Дефектные платы памяти. Сбитый входной сигнал. Показания напряжения и тока почти не определяются. Рабочие инструкции. Снять все функциональные детали и поместить на хранение. Отремонтировать неисправные детали. Нафиг не надо в итоге. Ты... Зачем ты так себя ведешь? Сперва преобразователи. Теперь эти башни. Не нравится мне это все. Рано или поздно это должно было случиться. Опа, сейф. Его можно еще и безнаказанно взломать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это мы всегда... Это мы всегда любим. Вообще ничего не угадал. А, шесть уже было. Подождите. Нет, нет. Давайте вот так. Теперь вот сюда шесть. Сюда семь. Готово. Ну, что-то ожидал я больше. Ладно. То, что я называю опасным неполным знанием. Чем могу быть полезен? Или ты мне можешь помочь? Знаешь что-нибудь о боевых роботах или о дронах? И я тут вожусь с командными процессами. Вроде нормальные команды, только более, ну, технологичные. Где ошибка? В количестве циклов? Или в назначении адресов памяти? Ээээ... Что? Я... Слушай, просто забудь. Я разберусь. Рано или поздно. Так, чего ты хотел? А мы его не зря так заткнули. Может, он мне квест хотел дать, а я его такой переобул. Давайте попробуем. Так, сундук я обуровал. Ага. Сейчас прогнешься, рано или поздно, вообще. Ну, понятно, ладно, да. Ты техников тоже обучаешь? У меня нет... Ээээ... Времени. Вот. У меня времени на это нет. Но я видал пару раз, как Вивиана жонглирует гаечным ключом. Не то, чтобы она могла сравниться со мной по уровню мастерства, но она тебе покажет, как жестянку вскрыть, всё такое. Иди спроси. Она обычно у торговца на складе болтается. Чем ты тут занимаешься? Решаю проблемы. В теории. Вот эти сверкающие ребятки, с которыми мы тут возимся, рано или поздно они должны занять место наших солдат. Но, похоже, это будет не скоро. Ну, не совсем. У меня уже есть прототип. Его только нужно протестировать. И я тебе скажу довести его до этой стадии. Та ещё задачка была. Сам попробуй добиться результата с изолентой и мотком проволоки. Меня сам мастер Годехард учил. Благослови его душу, создатель. К сожалению, работа занимает всё моё время. И до полевых испытаний прототипа руки никак не дойдут. Если хочешь, я их проведу. А, ну, то есть, да, конечно, почему нет? Я бы сам хотел провести испытание, но от такого предложения не откажусь. Итак, я настрою прототип на работу в стандартном режиме за пределами замка. А ты иди за ним и наблюдай. Он запрограммирован на то, чтобы защищать нас от врагов. Так что обращай внимание, насколько хорошо он опознаёт и ликвидирует угрозы. Веди протокол, записывай, сколько времени у него уходит на то, чтобы разобраться с врагом. Мне нужно понять, эффективно он работает или нет. Он должен опознавать угрозы примерно на 37,5% быстрее прежних боевых роботов. Понял. Отлично. Подожди секунду, я его переведу в охранный режим. Будь готов за ним бежать. Так, подождите. Так, квест называется «Тестовый прототип». Модель ZX-Defice-01. Инициализировать новый режим. Выполнять протокол Альфа-1 и под протокол Б. Какие-то странные показатели. Что за... Это просто слухи или за ними реально что-то есть? А зачем мы слухим за ним? У меня дурное предчувствие, что придется еще немного покорпеть над прототипом. И не говори. Прости, я, видимо, допустил ошибку при калибровке определения противника. Хорошо, что мы смогли его уничтожить. С другой стороны, жаль. Теперь придется начинать все с нуля. Но все равно спасибо за то, что хотел мне помочь. Я дам тебе знать, когда приготовлю новый прототип для испытаний. Если, конечно, ты все еще хочешь помочь. Да уж и не знаю. Вот, держи. Скажем, что это доплата за риск. Спроси, кто меня советует, чего бы этого не было. И Наталью не забывает, что можно просто держать рот на замке. И еще раз спасибо за помощь. Теперь мне предстоит много работы. Разработать новый прототип. Есть что-то интересного? Ммм, ладно. Окей, развлекайся. Разработать новый прототип. 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 Никто ничего не видел. Ясно. Так, мы чуть-чуть вернемся назад. Сейчас понятно здесь, что вот эта девчонка работает с торговцами. Так, да, тут мы все посмотрели. Нам тут больше делать нечего. А, чуть было не зажали меня. Так, она там пока что-то клацает активно. Торговка с запчастями, броник, оружие. Привет! Ну, что-то я, если честно, разочарован немного даже. О, рецепт бургера, скоро и сколько он, 95 стоит. О, офигеть, мне до него даже хватает. Верстак. Блин, да у вас должны здесь быть верстаки для алхимии. Ну, вообще, конечно, дико неприятно, точнее, грустно, что здесь торговцев не поработали, просто вот так их от балды наставили. Стоят какие-то болванчики и все. Если тебе нужна одежда на каждый день, я могу тебе кое-что предложить. Выбор небогатый, но, думаю, что-то подходящее мы найдем. Ты сильно занят? Слегка, но это нормально. Раньше наших посылали во все края, днем и ночью, и с кем только мы не дрались. А теперь солдат не хватает. С другой стороны, и павших оплакивать все время не приходится. Но, раз уж мы с тобой болтаем, может, расскажешь, как оно там снаружи? Говорят, эти темные пришельцы повсюду свои башни натыкали. Это правда? Я могу это подтвердить. Мой дом просто с лица земли стерли. О, и ты живой-здоровый. Случай со мной такое, я бы в штаны наложил. Как ты выжил? Повезло. По своему опыту скажу, не бывает такого. У Создателя на тебя свои планы, так и знай. В любом случае, спасибо, что поболтал со мной. С кем-то новым поговорить всегда интересно. Вот, держи. Из моих личных запасов. От любых ужасов помогает. Я могу купить у тебя броню Клерика? Стандартная снаряга тебе не годится, да? Извини, вынужден разочаровать, но броня у нас в дефиците. Почти всё пропало, когда мы из Хорта бежали. То есть придётся мне уйти с пустыми руками? Ну, осталась у меня одна жемчужина. Но она под замком. В смысле? Есть у нас один комплект брони Регента, но если ты на неё метишь, тебе придётся произвести впечатление на Блюстителя Хагена. Пока он разрешение не даст, я ничего продать не могу. Понятно, мы это уже слышали. Шестое чувство. В этих очках я умею различать опасность. Хороший шлем повстанца. Обычный шлем Клерика. Рецепт зелья стойкости. Ну, давай возьмём. Эликс, вино. Есть у нас такое. Ну, скупать топливо я пока не тороплюсь. Целая единица брони. Так, так, так. Блин, конечно, ещё уродская просто. Ага. Ясно, ничего у тебя толкового нету. Так, где наша эта, которая тут сидит? Ух, малое эликсовое питьё, но мы хер как бы его возьмём. Кена говорит, ты разбираешься в технике. Да что ты. Как-то я сомневаюсь, что он так мило выразился. Он только себе задницу лижет. Когда обо мне говорит, старается очернить меня погуще. То есть вы с ним не шибко ладите? Да уж, терпеть друг друга не можем. Но думаю, ты заметил, что он своего места не заслужил. Он думает иначе, просто потому, что первым подсуетился. Он забывает, что раньше в купольном городе я уже всем этим заправляла. Тогда зачем ты это терпишь? К чему ты отмычка мучаешь? К чему ты отмычка мучаешь? Я не знаю. Я не знаю. Стой. Может, тебе помочь? А, так вот, зачем ты пришёл. Тебе работа нужна. Ну, если ты не против помочь, припасы мне всегда пригодятся. Так что, если у тебя есть какая-нибудь долгоиграющая еда, которая тебе не нужна, можешь отдать её мне. У нас тут серьёзные проблемы. Пропал наш торговый караван, а без него никаких поставок. Караван? А что с ним случилось? Хотела бы я знать. Он давно уже должен был прибыть. Раз тебе работа нужна, найму-ка я тебя разыскать их и помочь, если... если они ещё живы. Да мы с этим в два счёта разберёмся. Стоить будет три тысячи осколков. С каких пор ты у нас за главного? Эй, я просто пытаюсь поправить наши дела. В таком случае мы лучше обсудим подробности наедине. Так насчёт каравана. Откуда мне начать поиски? Думаю, они должны быть где-то неподалёку. Они пропали уже на обратном пути от берсерков сюда. Так что ищи где-то между фуртом и замком. Я найду их. Будь так любезен. Если тебе удастся восстановить торговый путь, я щедро тебя вознагражу. А если они мертвы, ну, я хотя бы пойму, что их больше не стоит ждать. Пропавший торговец клириков. Понятно. Ты учти, я принимаю только крупными партиями. Одна банка консервов мне погода не сделает. Ладно, показывай, что принёс. Вода, хлеб. Ну, на тебе, десять воды у меня дофига точно. Я принёс воду. Спасибо. Классно. Которую у вас же я, по-моему, и собрал. Сюда нельзя или чё? Хожу, как видите. Лучше уходи. Ушёл. Мда. Не очень-то дружелюбно. Здесь у нас что? Самонага. И сейф, который можно безнаказанно взломать. Ничего себе, вот это я угадал. Офигеть, со второй попытки. Прикол ДЭС, однако. Прикол ДЭС. Итак, вы здесь потому, что, сдаётся мне, не понимаете всей серьёзности ситуации. Идёт настоящая война. И с каждым днём наши враги становятся всё сильнее. Эти создания снаружи наших стен срать на всё хотели. На добро, на зло и на всех нас. Так что, если вдруг захочется всё бросить и сбежать, даже не думайте. А теперь, всем построиться. Чё, всё? Я думал, вас ещё тут будут гонять. Вы все такие-то так почесались. Легат, легат, легат. Пока мы не начали учения, слушайте меня. От моего внимания не ускользнул тот факт, что вы пренебрежительно относитесь к техническому состоянию оружия. Это недопустимо! Я не допущу ржавчины! Я не допущу грязи! Запасного оружия нет! А теперь, за работу! У тебя есть какая-то причина прерывать занятия? А ну, вернись в строй! Если честно, я просто хотел поговорить. Тогда ты пришёл не по адресу. Слушай, мне от тебя ничего не нужно. Я пытаюсь хоть что-то приличное сделать из этого сброда. И мне по горло хватает этого геморроя. Вообще, даже удивительно, что кое из кого уже что-то получается. Впрочем, ещё столько же вообще никуда не годятся. Как думаешь, почему? Думать – ключевое слово. Не каждому дано. От меня требуется, чтобы каждый вышел отсюда со знанием и пониманием. И чтобы этого добиться, требуется дисциплина. А пока я силюсь научить их уму-разуму, а остальные вбивают им в башку молитвы и писания. Никакая вера в Создателя не спасёт, если на тебя смотрит дула или чья-то хищная пасть. Спорим, он это неделю сочинял. О, как я люблю таких поганцев! Понятия не имеете, когда соткнуться! Если ты не из этих недоумков, заходи завтра. И, может быть, я тебя к делу приставлю. Я хочу видеть размеренные движения. Никаких пауз. Повторение – мать учения. В бою у вас не будет времени на размышления. Зазеваетесь, и враг вас за это накажет. Эй, пацан, это что? Это твой дед так дерётся, что ли? Всегда будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Берегите ваших товарищей. Дула – это где дырка? Всегда направлять на врага! Так, ладно. Что там такое в задних рядах? Сбились, что ли? А, нам больше нечего говорить. О, что произошло? Кто разрешил тебе рот открывать? А ну, бегом вокруг двора! Шевели булками! Потом можете хоть обрыдаться в подушку. Но, покуда вы передо мной, держать строй! Мне здесь не нужны маменькины сынки! Мне не нужны пустомели! Я хочу видеть, как вы работаете на пределе. Потому что в бою вам придётся выложиться по полной! Стройся! Пусть вас сотворил Создатель, но доделывать выпало мне! Если кто считает, что где-то живётся легче, можете валить с глаз моих! Кому не по плечу учебка, может плакать у своей мамочки на коленях! Там снаружи вас никто не пожалеет и не порадует тёплой титькой! Надеюсь, вы это уясните! А теперь всем марш в казарму! Соблюдение режима карается урезанием рациона, ясно. Я хочу у тебя учиться. Тогда приходи завтра с первыми лучами долбаного солнца! Я не собирался так долго ждать. Если бы я учил каждого отдельно, у нас была бы Великая Армия лет так через сто! Я могу заплатить. Особое отношение в обмен на Эликсит? Несколько лишних осколков нам точно не повредит. Вот что я тебе скажу. Я с тебя возьму небольшую плату за каждый тренировочный блок. Независимо от того, бросишь ты учёбу или нет. Взамен я помогу тебе улучшить навыки рукопашного и стрелкового боя. Кроме того, я покажу тебе, как более эффективно использовать твоё снаряжение. Давай начнём. Хм. То есть за 15 осколков он... Просто нам открывает это окно. Угу. Я передумал. Тогда не трат... 15 осколков нас содрало. Ты говорил, для меня найдётся дело. Солдат, ты тупой или глухой? Что я тебе сказал? Чтобы я пришёл позже. Именно так. И ты, естественно, с первого раза не понял. Мне ещё полдня горбатиться осталось. Потерпи до завтра. А там обсудим, что да как. Угу. О, это же Н... Наш братишка Инар. Что-то я не сразу его приметил. Хм. А, вот, да. Это они свои казармы драют. Всем поселениям и бойцам одетов. Чё, даже в камнях тут нечего постучать. Жаль. Потом я, кстати, здоровье подевался. Я же недавно хавал. Или это у меня робот этот дурацкий побил так. О. Не видишь, что ли? Я занят. Ладно, ладно. Хм. Угу. Это у них типа местный бар. Понятно. Исаак. А это вообще разрешается? Да. Не сейчас. Тебе тут делать нечего. Всё-всё-всё, вопросов нету. Сорян, мужик. Так, огромное здание ещё с этим поговорим. Прости нас, о создатель. Даруй мне силу вернуть слепым зрение. Ну ладно. Да и следуем остатки замка уже в следующей серии. Давайте на этом закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.